Вахши ибн Харб Он убил лучших людей после Мхаммада, но он также убил и худших людей. Из высказываний историков. Кто же этот человек, который нанёс кровавую рану в сердце посланника Аллаха, алейиссаляту вассалям, убив его дядю Хамзу ибн Абдульмуталиба в битве при Ухуде? Кто же он, кто впоследствии излечил сердца мусульман, убив лжепророка Мусайлиму в день Аль-Ямамы? Этим человеком был Вахши ибн Харб Аль-Хабаши, получивший прозвище Абу-Дасама. Его история драматична, кровава и печальна. Приготовься же, слушатель, выслушать её так, как он сам рассказывает драму своей жизни. Итак, слово самому Вахши. В детстве я был рабом одного из правителей курайшитов по имени Джубайр ибн Мутым. В битве при Бадре его дядя Туайма пал от руки Хамзой ибн Абдульмуталиба. Мой хозяин крайне тяжело пережил эту утрату. А затем поклялся своими божествами Аллат и Аллюззой отомстить за смерть дяди, покончив с его убийцей, чего бы это ни стоило. После этого он стал выжидать удобного случая, чтобы убить Хамзу. Вахши ибн Харб далее рассказывал. Вскоре после этого курайшиты решили выступить в поход к Ухуду, чтобы покончить с Мухаммадом ибн Абдуллой и отомстить за своё поражение при Бадре. Курайшиты собрали свои собственные войска, а также привлекли силы союзников, тщательно всё подготовили и назначили Абу-Суфьяна ибн Харба командующим армией. Абу-Суфьян счёл необходимым включить в состав выступающих в поход войск отряд знатных курайшиток, которые потеряли в битве при Бадре своих отцов, сыновей, братьев или кого-нибудь из родственников. Задача этих женщин состояла в том, чтобы вдохновлять войска в бою и не допускать бегства мужчин. Женское подразделение возглавляла жена Абу-Суфьяна Хиндбинд Удба, отец, дядя и брат которой были убиты в битве при Бадре. Перед самым выступлением армии в поход Джубай Рыбан Мутым обратился ко мне и спросил, «Не хотелось бы тебе, о Абу-Дасаме, избавиться от рабства». «А кто это может сделать?» – спросил я. «Я могу это сделать», – сказал Джубайр. «Каким образом?» – спросил я. Он ответил, «Если ты убьёшь Хамзу ибн Абдульмуталиба, дядю Мухаммада, отомстив тем самым за смерть моего дяди, Туайма ибн Ади, убитого им, то ты свободен». «А кто даст мне гарантию того, что это действительно так?» – спросил я. «Да кто угодно. Могу засвидетельствовать это перед всеми публично», – ответил он. «Я готов, я сделаю это», – заявил я. Далее Вахши продолжал. «Я был эфиопом по происхождению и был обучен искусному метанию ножей без промаха. Взяв своё копьё, я отправился в поход со всей армией. Я находился в Ариергарде рядом с женщинами и страстно стремился в бой. Всякий раз, когда я проходил мимо жены Абу Суфьяна Хинд, или же она, пройдя мимо меня, замечая сияющее на солнце копьё в моей руке, то восклицало, «О Абу Дасамы, избавь наши сердца от неукротимой ярости к Мухаммаду и его двоюродному брату! Когда мы достигли Ухуда и две армии сошлись в яростном бою, я бросился искать Хамзу Ибн Абдуль-Муталиба, которого я знал раньше. Однако Хамзу не собирался ни от кого скрываться, поскольку на его голове было укреплено страусинное перо, чтобы его видели его соратники. Этот обычай был принят у храбрых и отважных воинов среди арабов. Очень скоро я заметил Хамзу, который, подобно могучему верблюду пепельной масти, отважно сражался в самой гуще схватки. Он буквально разрубал своим мечом воинов противника на части, и никто не мог устоять или противостоять этому чудовищному напору. Когда я готовился напасть на него и поджидал, прячась за деревом или камнем, пока Хамза приблизится ко мне, я увидел, как к нему подскакал курайшетский воин по имени Сиба ибн Абдуль-Озза с криком «Выходи на поединок, Хамза! Выходи на поединок со мной!» Хамза принял вызов и крикнул «Давай, подходи ко мне, о сын язычницы! Давай ко мне!» Хамза бросился на него и первым нанес удар мечом. Сиба замертво рухнул на землю перед Хамзой, обливаясь кровью. В этот момент я занял удобную позицию по отношению к Хамзе и начал прицеливаться к копьём, ожидая выгодного момента. Наконец, я метнул своё копьё, которое попало Хамзе в нижнюю часть живота и вышло между ног. Он тяжело сделал пару шагов в направлении меня, а затем рухнул на землю. Копьё наполовину торчало из его тела. Убедившись, что он мёртв, я подошёл к нему и выдернул копьё. Затем я вернулся в палатку и уселся там. Больше мне никто не был нужен, так как я убил Хамзу ради своего освобождения. Далее Вахши продолжал. Сражение постепенно усиливалось, и хотя шло с переменным успехом, кольцо в окружении вокруг Мухаммада, али-иссаляту ассалям, становилось всё теснее, а убитых всё больше. В это время группа женщин под предводительством Хинд бин-Удбы подошла к убитым мусульманам, и они начали творить над ними всяческие надругательства. Сама Хинд и другие вспарывали им животы, выкалывали глаза, вырезали носы и отсекали уши. Затем Хинд сделала из носов и ушей ожерелья и серьги, повесив их на себя. Свои же серьги и ожерелья она бросила мне со словами «Это тебе, Оабудасама. Возьми их себе и сохрани, так как это ценные вещи». Когда битва при Ухуде завершилась, я вместе с армией вернулся в Мекку. Джубайр ибн Мутым выполнил данное мне обещание и сбросил с меня ярмор рабства. Я стал свободным человеком. Вакши далее рассказывал. Однако призыв Мухаммада и его религии крепли день ото дня. С каждым днём мусульман становилось всё больше. По мере того, как религия Мухаммада алейиссаляту ассалям становилась всё более популярной среди людей, я впадал всё в большую тоску, и в моей душе рос страх, постепенно захватив её целиком. В таком состоянии я и продолжал пребывать, пока в Мекку не вступил Мухаммад во главе огромной освободительной армии. Тогда мне пришлось бежать в Таев, чтобы найти там убежище. Однако в скором времени и население Таевы начало склоняться к исламу. Они выбрали делегацию, которая должна была встретиться с Мухаммадом и объявить ему об их переходе в исламскую веру. Тут же всё начало валиться у меня из рук. И земля для меня стала очень узкой, несмотря на её обширность, а многие дороги оказались для меня закрытыми. Я сказал себе, отправлю-ка себе в Шам, Йемен или ещё в какую-нибудь страну. И вот когда я пребывал в таком крайнем смятении, надо мною смилостивился один мудрый человек, сказав мне, «Горе тебе, о Вахше! Клянусь Аллахом, но Мухаммад никого не убивает из тех, кто принял его религию и произнёс свидетельство божественной истины. Нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад – посланник Аллаха». Едва услышав от него эти слова, я тут же собрался и направился в Ясриб, стремясь встретиться с посланником Аллаха, али-иссаляту ассалям. Прибыв туда, я начал расспрашивать людей о нём, пока не узнал, что он находится в мечети, тихо и осторожно подойдя к нему, и остановился над его головой. Так он стоял, коленопреклонённым, и сказал, «Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад его раб, и посланник его». Услышав две формулы шахады, пророк али-иссаляту ассалям поднял на меня свой взор и, узнав меня, воскликнул, «О, Вахши, это ты?» «Да», – у посланника Аллаха, – ответил я, «Садись и расскажи мне, как ты убил Хамзу», – повелел пророк. Сев рядом с ним, я всё ему рассказал. Когда я закончил своё повествование, пророк али-иссаляту ассалям, отвернувшись от меня, сказал, «Горе тебе, о Вахши! Прочь с глаз моих, чтобы я тебя больше не видел с этого дня». С того самого дня я всячески старался не попадаться на глаза пророка али-иссаляту ассалям. Если на собрании, например, люди садились перед ним, то я выбирал место сзади него. Всё так и продолжалось до тех пор, пока посланник Аллаха али-иссаляту ассалям не отправился к своему владыке. Далее Вахши продолжал, «Несмотря на то, что я знал, что принятие ислама списывает все грехи, совершённые ранее, я продолжал ощущать великую тяжесть содеянного мною и огромный ущерб, нанесённый этим исламу и всем мусульманам. Я очень стремился воспользоваться подходящей возможностью, чтобы искупить совершённое преступление». Далее Вахши рассказывал, «Когда посланник Аллаха али-иссаляту ассалям скончался, калифатство перешло к его сподвижнику Абу-Бакру. В это же время племя Бану-Ханифа, под предводительством лжепророка Мусайлимы, отказалась от ислама и впала в ересь. Калиф посланника Аллаха али-иссаляту ассалям снарядил армию для войны с Мусайлимой, чтобы возвратить его племя Бану-Ханифа в лоно религии Аллаха. Тут я сказал себе, «Клинусь Аллахом, о Вахши, это твой шанс, и ты должен его использовать. Ни в коем случае не упускай его из рук». Я выступил в поход вместе с войсками мусульман, взяв своё копьё, которым я убил главного мусульманского мученика Хамзу ибн Абдульмуталиба. Кроме того, я поклялся самому себе, что либо убью Мусайлиму, либо удостоюсь чести пасть смертью шахида. Когда мусульмане атаковали Мусайлиму и его армию в Акраба, он вместе со своими приверженцами пытался найти убежище на участке, огороженной стеной. Это место впоследствии стали называть Садом Смерти. И завязалась яростная схватка с врагами Аллаха. Я начал искать самого Мусайлиму. Я увидел его стоящим с мечом в руке, в то время как один из ансаров, подобно мне, наблюдал за ним. Очевидно, обоим нам хотелось убить его. Заняв выгодную позицию, я прицелился копьём и, приноровившись, метнул его. Копьё попало в цель. В тот же самый момент, когда я метнул в Мусайлиму своё копьё, человек из ансаров подскочил к нему и нанёс удар мечом. Одному Господу известно, кто из нас двоих убил его. Если это сделал я, то значит, что я убил лучшего человека после Мухаммада и худшего из людей также. Субтитры создавал DimaTorzok